В мэрии очередные назначения. Сегодня глава администрации Михаил Берников представил нового начальника управления муниципального имущества и землепользования Сергея Татенко. До сего момента он занимал должность генерального директора ЗАО «Управляющая промышленная компания». Несколько лет назад был исполнительным директором филиала «Орловский завод» ОАО «Северстальметис». Почти на полгода, а именно до 17 часов 10 декабря переулок Транспортный, от пересечения с улицы Пятницкая до пересечения с улицы Первая Курская будет закрыт для автотранспорта. Водителям предлагают путь объезда – переулок Транспортный, улица Пятницкая, улица Элеваторная. Причина неудобств – земляные работы по модернизации системы водоотведения. По подозрению в совершении убийства супругов Халферовых в поселке Верховье разыскивается Фандиков Юрий Иванович, 1961 года рождения, уроженца поселка Верховье. На вид ему 50-55 лет, рост – 170-175 см, худощавого телосложения, волосы русы и глаза карри – особых примет нет. Был одет курткой и брюки камуфлированного цвета военного образца резиновые сапоги. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просьба позвонить по телефонам, которые вы видите на экранах. Крупное денежное вознаграждение гарантируется. За торговлю поддельным алкоголем Орловский предприниматель заплатит штраф в 2500 рублей, а контрафакт конфискуют. Таково решение суда. Напомним, подделкой торговали в одном из складских помещений на улице Автовокзальная. Ассортимент был приличный виски-коньяк-брэнди. Суммы варьировались от 60 до 200 рублей. 22 июня, в день начала самой ужасной и кровопролитной войны 20 века, в Орле пройдет акция «Свеча памяти». Ее организаторы призывают в 22 часа зажечь, вместе с ними в сквере танкистов свечу память о миллионах соотечественников, погибших в Великой Отечественной войне.